В 2017 году признанная русская поэтесса Мария Степанова выпустила книгу в прозе под названием «Памяти памяти». В 2018 году Степанова получила за нее две самые известные российские литературные премии – «Большую книгу» и «Нос». Вскоре «Памяти памяти», переведенная на 15 иностранных языков, получила мировое признание. В 2021 году книга Степановой в английском переводе британской поэтессы Саши Дагдейл попала в шорт-лист Международной Букеровской премии. Мария Михайловна стала третьим российским автором, удостоившимся такой престижной номинации. Мы расскажем вам, чем интересна книга «Памяти памяти», а ознакомиться с ней можно в MyBook по промокоду в описании. Это не художественная, а документальная книга со сложной структурой. Книга «Памяти памяти» устроена сложно. В ней нет линейного сюжета, который можно было бы пересказать. Нет в ней и единообразной и последовательной структуры, которая помогала бы войти в ритм произведения. Читать эту книгу тяжело, но увлекательно. Произведение начинается со слов «Умерла моя тетя», которое отсылают к строкам о смерти дяди в главном русском романе в стихах. Но трагическое событие повлияло на Марию Степанову гораздо сильнее, чем на Евгения Онегина. Она потеряла любимую тетю и получила в наследство огромный семейный архив. Это стало толчком к воплощению давней задумки, исследованию фамильной истории. «Памяти памяти» состоит из трех частей. В первых двух частях повествовательные главы сменяются вставками в виде писем, дневников и документов ее родных. Степанова называет такие отступления «неглавами». Она сопровождает их описаниями фотографий, личных вещей и предметов быта. Книга рассказывает историю XX века через историю одной семьи. Разбирая семейные архивы, Мария Степанова по ходу книги восстанавливает хронику своей семьи, начиная с дореволюционных годов. Она была уверена, что никто из ее родных не был убит во время революции или на войне, не погиб в Холокосте, не был репрессирован. Но исследование показало, что это далеко не так. Фамильная история неизбежно связана со сложной историей России XX века. Родные Степановой прошли через революцию, индустриализацию, мировые войны, блокадный Ленинград и понесли тяжелые потери. В истории одной семьи читатели узнают свой опыт, опыт своих предков. Текст «Памяти памяти» – это проза поэта. «А еще, дорогая жена, я должен поблагодарить за дочь и сына, которого ты должна обязательно нам подарить. Мысленно представляю твой вид фразой последней смущенной, но это – вопрос решенный и дискуссии не подлежит. Остаюсь горячо влюбленной, искренне твой Леонид». Мария Степанова в первую очередь поэт. Ее проза очень своеобразна – плотная, образная, гибридная. Ее художественному языку невозможно дать определение, как нельзя и определить жанр книги. Богатый опыт поэта заметен и в структуре книги, в том, как Степанова использует сквозные мотивы, как упорядочивает нелинейный материал, как переходит от одной темы к другой. Она называет свое произведение романсом, намекая на родство с поэзией, сентиментальность и чувствительность повествования. Произведение содержит много интересных философских рассуждений и отступлений. Исследования архива и воспоминания о родных прерываются историями из жизни и размышлениями Степановой на разные темы. Больше всего ее интересует память. Как она функционирует, кому принадлежит, как взаимодействует с историей, как сохраняется в вещах и фотографиях, как проявляется у разных поколений. По ходу книги писательница понимает, что исследование истории семьи превращается в исследование феномена памяти. Одна из историй Степановой очень красноречиво иллюстрирует устройство памяти. Писательница приехала в Саратов, чтобы посмотреть на дом ее прадеда Михаила Фридмана. Во дворе этого дома ее охватили воспоминания, она все вокруг узнала, все показалось ей родным. Но через несколько дней выяснилось, что ей дали неправильный адрес. «Это все, что я знаю о памяти», – говорит Степанова в конце этой истории. В книгу включены блестящие эссе. Степанова известна не только как поэт, но и как выдающийся эссеист. В попытке понять память она обращается к произведениям известных писателей, поэтов, художников и фотографов. Отдельные главы книги представляют собой культурологические эссе, посвященные Осипу Мандельштаму, Винфриду Зебальду, Шарлотте Соломон, Франческе Вудман, Джозефу Корнеллу. Они органично вплетены в ткань повествования и отлично дополняют рассказ. «Память и памяти» дает возможность переосмыслить историю собственной семьи, помогает найти опору в своих корнях и учит бережно обращаться с памятью. Читайте книгу «Память и память» в майбук по промокоду в описании.